А тем временем у руководства магазина «Перекрёсток» и у охраны этого же магазина горят пердаки. И они вызвали, видимо, пожарных. Отказ изон, бери, отходите. О, смотрите. Смотри, что происходит. Я испытал нервный стресс, когда на меня сейчас напали люди, похожие на сотрудников полиции. Прошу вас представиться заново. У меня вылетело из головы фамилия, имя, отчество, должность. Представляете, мои проблемы. Замечательно. Один там и прочий там. Да, я не знаю. Я не удивлюсь в общественном месте. Рот закройте свой. Сейчас пойдёте, в отдел. Серьёзно вам говорю. А тем временем у руководства магазина «Перекрёсток» по адресу город Герой Москва, улица Ладожская, дом 6, есть и у охраны этого же магазина, и у руководства ЧОП «Сокольники» горят пердаки. И они вызвали, видимо, пожарных. Здравствуйте. А вы в «Перекрёсток», да? Пердаки тушить в «Перекрёстке»? Там пердаки у охраны, у руководства горят. А директору позвонила, она сказала, что она уже практически дома. Здравствуйте. Да, вы видите, но горячая линия... Такая-то не острая. И в вашем магазине, у них дело подразделение кучей. Как это? При наличии товара и текар. Товара, да, для меня, я не буду подразделить, потому что у меня не качество. Согласна правилам? Какие правила? Какие правила? Какие правила? Согласна. При чём, и вся кто обучал? Я не буду делать этого. Товар изъят. При возвратии к покупателю. Тебя много здесь? Или ты вместе с ним читаешь? Мы не обязаны его представить. В постановлении 65-го. Мы его у ментов отнимать не будем. Мой чё-то шоколад был отраган, потому что он был подразделен, а рыба не был подразделен. Слышь, юрист-консуль. А вы кто такой? Не слышите. Слышь, слышь, чё ты в разговор вмешиваешься? Ну иди давай, работай. Так иди работай, а не подслушивай, а не вмешиваешься в чужие разговоры. Ты некомпетентен в данных вопросах. Вот ты рот закрой. Ты закроешь, понял? Так вот ты много разговариваешь. Уйди, когда взрослые разговаривают здесь. Давайте. С уважением. Давайте не на ты. Он выполняет работу. Он просто стоит. Какую работу выполнять? Твоя работа вмешивается в разговоры? Я из-за этого, из-за того, что он вмешивается, как в каждой бочке затычка должен. Я должен его уважать за это. Я должен его уважать за это. А что надо, я слышу? Меня это возмущает. Нарушены грубейшим образом наши права неоднократно. Мы здесь их отстаем. Чего тебе предъявить? Иди, своей дорогой, иди. Мой пост. Я здесь стою. Вы стоите на моем посту. Скоро это перестанет быть твоим постом. Понял? Уверен. Если захочу, то уверен. Дай руку. Тебе руку дать. Ничего не попутал. Он наоборот тебе спасибо говорит. Будет, если что, увольнять. Таких, как ты знаешь, сколько у меня уже было. Буду, буду. Таких, как ты. У меня в день по 12 человек. Да, они с нету у меня. По 20 человек. Таких, как я не было. Все в Сокольнике. 100 штук уже. 100 штук. Которые потом приходили, говорили, убери видео. У меня весь аул засменял там и прочее. Да, я не знаю. Чего материшься в общественном месте, а? Испрати, пожалуйста. Ты чего материшься в общественном месте? Кто тебе дал такое право? А тебе кто право дал мне с ним? А те, кто право дал материться в общественном месте? В смысле аул, бля? Какой аул? А чем вообще? Молоденький. Вы кто такие? Ты ко мне вопрос или к нему сейчас задаешь? А ты кто? Я работник, охранник. Ну охранник, гордись тем, что ты охранник, сторож. А ты кто? Чего ты дрожишь там? Что сторож? Потому что меня возмущает твое поведение. Понял? Что ты дрожишь там? Меня возмущает твое поведение. Так сам выйди отсюда. Пошел вон отсюда. Понял? Я вот в месте нахожусь в общественном месте. Щенок. Ага. Чего? Кого щенком назвал? Слышь? Возьму. Копия так сделает. За видео оскорбляют и нужно привлекать по 20.1 и по 5.61. Да, 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 верно. Пришли покупатели решать спорные вопросы с представителями торгового предприятия. Был спорный момент по качеству товаров. Охранник начал ставаться в разговоры, строя из себя эксперта. Завязался диалог, в ходе которого полились оскорбления от охраны. Нужно рапортом передавать в прокуратуру. 5.61 усматриваем по правонарушению. И мат в общественном месте 20.1. Не пачкай пиджак. Сейчас на химчистку попадешь резко. Да это тебе нельзя снимать, тебе их нельзя снимать. Отказ и зону, отходите. От граждан отойди. От граждан отойди, не приставай. Отойдите от граждан. Отойди, и что ты у тебя на мальчика тянешь? Сотрудь полиция, наведите в порядок. Отказ и зону, отойдите. Дистанцию держи вообще, да? Отойдите. Что, отойдите? Отказ и зоны, отойдите. Да вон толкается, я стою, произвожу видеофиксацию. Надо не стоять. Вообще-то, я имею на это законное право. Можно от нас посмотреть? Вот, иди, иди отсюда. Уважаемый, мы с вами разговариваем сейчас. За мной все разговаривают, если вы вдруг не заметили. Уважаемый, поделите вас, пожалуйста. Вы серьезно, да? Я серьезно. Давайте вспоминать. Вы сейчас ко мне обратились, как я понимаю. Да. Младший сержант Кулаков, если что, ВД Басманы. Сразу младший сержант Кулаков. Могли выполнить? Да, бери. Федеральный закон номер 3. Документы ваши, 9, пожалуйста. Мои документы в каком основании хотите увидеть? Проверка документов. Я имею право посмотреть ваши документы. Серьезно, проверка документов такое основание. Вспоминайте, младший сержант, имеются ли такие основания, как проверка документов для проверки документов у граждан? Вы меня учить будете? Да, я вас буду учить, младший сержант. Пойдемте с вами. Пойдемте. О, смотрите. Бери. Смотри, что происходит. На каком основании? На каком основании? Сейчас я вам все объясню. Что вы мне все объясните? О чем скандалитесь, уважаемый? А я скандалю? А вы разобрались в ситуации или нет? Вы же не хотите документами объявляться, объяснять ситуацию. Я веду диалог вообще-то. Какой? С кем? На каком основании? На каком основании? Дайте разъяснение. Для доставления в отделение. А на каком основании доставления? Присаживайтесь. Основание сказали? Нет, сказали доставление в отделение для чего-то. Для разбирательства. Для какого разбирательства? Я ходатайствую у представителей. Портфель там у меня еще. Садись. Основания какие? В чем проблема? Основания какие? Основания какие? Для проверки документов? Проверка документов? Нет такого основания проверка документов. Я позвонил в полицию, я являюсь заявителем. Да, прекрасно. Я должен знать вашу личность. Серьезно? Да, и для этого я... Серьезно. Давайте вспоминать вместе. Давайте вместе вспоминать. Четыре причины давайте вспоминать для того, чтобы вы имели право на документы. Я имею право потребовать документы. Умете право попросить, например. А сейчас доставить незаконно не имеете права. У вас нет законных оснований сейчас на это. У вас попросили, уважаемый. Так попросили. Я вам отказал в вашей просьбе. Имею на это право. На меня, может быть, поступило заявление. Может быть, я подхожу под ориентировку, и вы сейчас сможете назвать номер ориентировки. А я имею право на подачу заявления на месте. Бланк принятия устного заявления, пожалуйста, и вперед, сотрудники полиции, если вы вдруг ими являетесь. Я хочу, чтобы вы у меня его приняли согласно 736 приказу министра МВД Колокольцева. И чтобы не совершали в отношении граждан противоправных действий. О чем ваше заявление? Может быть, с этого надо было начать? Пойдемте, может, обратно? Может быть, вы будете привлекать действительно те, кто совершал административные правонарушения? А не будете здесь заниматься прессингом ни в чем не повинных граждан? У вас никто не прессирует совершенно. Серьезно? Да. А вот мной зафиксировано обратное. В чем причина? Объясни, в чем конфликт-то произошел. Может, с этого надо было начинать? А, не применять физическую силу гражданину. Может, с этого надо было начать? Я вас слушаю. А, теперь слушайте, теперь можно. Так пойдемте и будете слушать. Применяют физическую силу. Точно полиция, а не менты приехали? Ничего не попутали? Сюда, смотри. Вот есть перегородка, чтобы нельзя было туда зайти. Вот здесь нет перегородки. Стоял человек здесь. Все здесь можно. Вот она дверь. Для кого это сделано? Иди сюда, смотри. Герой. Вот куда нельзя. За эту дверцу. Если стоял здесь, значит, можно. Итак, попытка номер два. Так, я вас слушаю, уважаемый. Уже неудачная попытка. Попытка номер два. Начинаем все сначала. Ну что, в школе или в детском садике? Какие попытки? Получается, в школе? Потому что я уже забыл, как мне представились. Я хочу заново. Не бойтесь представляться. Я обязан был запомнить, да? Естественно. Похожие. Я вас три раза предупреждаю. Пройдемте со мной. Так, с какой целью и куда? С составлением административного материала. Я вам еще раз говорю. Какого административного материала? На основании вызова 02. Карточка 02, если вы понимаете, что это такое. Я испытал нервный стресс, когда на меня сейчас напали люди, похожие на сотрудников полиции. Прошу вас представиться заново. У меня вылетело из головы фамилия, имя, отчество, должность. Представляете, мои проблемы. Замечательно. Пойдемте со мной в автомобиль. Здесь принимайте заявление. Я не буду по автомобилям шариться. У меня заявление где? С собой я назову. У меня в автомобиле. А почему не с собой? Принимайте заявление согласно 736 приказу в устной форме. Пожалуйста, протокол принятия устного заявления. Пройдемте. Куда? Я на месте имею право подать заявление. На месте протокол принятия устного заявления. Пожалуйста, работайте. Мы не должны мне указывать, что мне делать. А когда говорят, пожалуйста, работают, указывают или озвучивают законную просьбу. Пойдемте в машину идти. Вот второй ваш. Я сейчас только сказал. Сейчас принесу. Кто старший экипаж? Я старший экипаж. Что ваш подчиненный себе позволяет? Что вы вместе себе сейчас позволяли здесь на улице? Почему нагрудных жетонов граждане не видят? Обидно, да? Где имеются? Обидно? Где имеются? Что мне дают? Принимайте, пишите. Они в ту ночь, чтобы 10 написали. И до 3 ночи нас учат. Пошел вон. Рот закройте. Сейчас пойдете, в отдел. Серьезно вам говорю. Запошел вон? Запошел вон. Запошел вон. Я вас слушаю или вы не хотите писать? Я вообще не знаю, что вы разговариваете. В смысле, что, принимайте заявление. Что я тут говорю? Разговаривать надо меньше, а принимать больше. Вы будете меня учить, что мне делать? Я вам подсказываю. Не нужно мне подсказывать. Да, не нужно. Я вам говорю, не нужно. Не нужно. Александр Александрович. В смысле? Вот именно. Испорьте, как действовать. А, только обеспечьте мои персональные данные здесь. Обеспечьте. Пожалуйста. Что? Я не буду распространять персональные данные. Человек, который... А вы мои данные что ли? Человек сейчас собирает, занимается незаконным сбором персональных данных. Я звучу. А до 3 ночи вы меня снимали. Черт. Что ты сказал? Сейчас слышно. Представься. Не будут выставляться. Не будут выставляться. Не будут выставляться. Вот еще одно заявление по 561. Пиши. Я тут говорю. Там какой? Так уберите, уберите посторонних. Прямо писать заявление. Как они имеют на это право? Я тебе в лицо тыкаю? А что нет? Это что? В лицо? А это что? Стой нормальный. Все снимай. Я тебе что запрещаю. Я тебе что запрещаю. Что снимаю? Снимаю. Снимаю. Как вы сможете смотреть вспоминать. Нормально же поговорили вечером. Что ты опять начал? Мы приехали за деньгами. За возврат. Да они вечером начали уже матом тогда. Вы сейчас. Ты зефир, этот мармелад свой помнишь? Ну нормально поговорили. Ну а что вы тогда знаете? Кассы были закрыты. Вы дострелы. Мы уехали. Причем. С кого вы лучше? Охранника. Закрыты были. Кассы уже. Но они пришли в возврат. Сокольники. Уже говорили насчет этого. За возврат мы пришли. Половина одессы. Маканова. Мурада. Станшую смену. Маканова. Мурада. Обзор закрыл тебя за кассу, да? Кассу в зону запишешься? Который. В общественном месте, в районе кассового узла. Ну вот здесь, да? Это не кассовая зона. Это за кассовую зону. Кассовая зона там. Это за кассовую. Я с тобой разговариваю. Вы не правы. Я ваши ошибки поправляю. Я с тобой разговариваю. Со мной не надо разговаривать. Идея, мы тебя полмагазина уже вывесли. Пока ты здесь подслушиваешься, вмешиваешься опять в диалоги. Блабуля, ты челюсть наизнанку вывернула. По-любому она. Ты кто-то такой, что-то доводил. С заднего прохода жидкость выточить, чем-то это сделаешь. Который в общественном месте, в районе кассового узла выражался. Не цензурный броню оскорблял. Прошу также направить данный материал в прокуратуру для возбуждения административного дела в рамках 5.61 квад. Сил Василий Викторович, полицейский водитель. Видео, да, там есть все. То есть, я же не просто так совершаю вызов полиции, правильно? Вот он, у нас был спорный вопрос представить торговое предприятие, да? И мы приехали сделать возврат денежных средств принятия, значит, нам. А храмик начал вмешиваться в разговор, я сейчас перемотаю на тот момент. Большая провокация слышу, но как бы, не знаю, маток еще нет. Вы протешались? Нет. Поехали. То есть, не будут привлекать, да? А что там привлекать? А вот, не готовы. Нелицензурных слов нет, то... Довольно, якобы. У тебя место есть, муслим может тоже, хочешь проехаться, нет? Да, я еще раз вызову за то, что чертом назвало, у меня есть видео. Я еще раз сейчас вызову, чтобы его увезли. Давай, пиши твоему. Вот, по крайней мере. Ребята, пожалуйста. Если он зайдет, я его высушил. Я сказал. Попробуй. Ну, тогда копию сделаете, да? Мы вас подождем, подписываем. Ну, да, я пойду тогда копию сделаю. Попробуй.